В Изумрудном становится зеленее, во всю идет благоустройство. Уже готовы дорожки, зоны отдыха и детские площадки. И посетителей сразу стало больше. Качели, горки. Для детей это прекрасное место для прогулки, я считаю. Очень напоминает, в Петербурге есть парк. Вот эти вот маленькие ларьки. Старый парк, естественно, был. Мало кто за ним следил. А сейчас заметно, что убирают и следят за состоянием новых площадок. Я из Новосибирска, и там таких парков нет. Но главная жемчужина парка – пруд пока далека от своего окончательного вида. Переделок предстоит еще много, говорят рабочие. Но завершить реконструкцию пруда планируют до первых заморозков. И если успеется, до зимы хотят наполнить его водой. Начальную стадию разработку грунтов и подготовку мы как бы уже выполнили. Уже частично приступили к формированию заложенного проектом будущего конструктива. В данном случае ступени, твердые каменные ступени, по которым можно будет ходить до воды. Работают усиленно. График плотный, добавляют строители. Но все переделки выполняют только днем, ведь рядом жилые дома. Шуметь нельзя. Вы далеко отсюда живете или в этом районе? Нет, в этом районе. Но вот скажите, пожалуйста, слышно ли ремонтные работы? Нет, слышно. То есть все тихо, все спокойно? Да, все тихо, спокойно. Сказать, что какой-то шум, наверное, нет. Единственное, может быть, в том году была грязь, когда обустраивали дорожки, то есть прошел дождь, здесь прогуливались. Такое ощущение того, что здесь будет комфортно, было. Да, понятно, что неизбежные строительные работы, они необходимы были. Ремонт парка по сравнению с озеленением процесс краткосрочный, подчеркивают застройщики. Ведь на создание ландшафта уходят годы. Но уже вовсю идет обрезка аварийных старых деревьев и пересадка саженцев. Мы работаем с биологами, со специалистами, поэтому мы часть деревьев берем прямо из парка. Мы специально, у нас есть такой участок местности, который, ну, такая поросль выросла, мы ее не удаляем. Именно поросль из благородных деревьев. Липы, ясеня, там, яблони, рябины. Мы их не удаляем, а с помощью пересаживателя пересаживаем в другую часть парка. И, кстати, такие деревья лучше всего приживаются. Застройщики парка надеются, что погодные условия не помешают и работу получится закончить в срок. Сдачу основных объектов планируют на конец года. Но незавершенных штрихов еще много добавляют рабочие. Однако посетителям парка это не мешает получать удовольствие от прогулок.